Закону тут не место на ведение порядка. И как только он начинает бороться с беззаконием, горожане, которые так жаждали этого порядка, начинают проявлять недовольство. Каждый хочет, чтобы начинали с кого-то другого, но не с него лично. Простая аналогия. Сегодня в прямом эфире Абхазского телевидения мы будем обсуждать криминогенную ситуацию в Абхазии. И название темы мы выбрали неспроста. Закону тут не место с вопросительным знаком. Может быть, в конце нашего прямого эфира мы не найдем утвердительного ответа. Однако попробуем разобраться. Добрый вечер. Я представлю вам, наших участников, участников нашего сегодняшнего прямого эфира. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Нукзарович Агарба, Дмитрий Сергеевич Тбар, начальник Государственной службы охраны, Аслан Чучурбеевич Барцыц, председатель политической партии Форум народного единства, Ахра Юрьевич Бжания, общественный деятель. Обсудить тему общественной безопасности и криминогенной ситуации в прямом эфире Абхазского телевидения с участием генерального прокурора и министра внутренних дел требовала оппозиция. Однако люди, инициировавшие данный эфир, сегодня не пришли на это обсуждение. Скажу честно, я ждала от Гора Амирановича Ардзенба, так как он назвал криминогенную ситуацию в Абхазии, цитирую, беспрецедентной. У него была возможность сегодня в прямом эфире задать представителям силовых структур все острые вопросы. И еще в оппозиции есть человек из Саукакалия, который имеет опыт работы в правоохранительной системе. И если бы сегодня он присутствовал на нашем эфире, был бы такой профессиональный предметный разговор. Однако мы начинаем прямой эфир. Я хочу сказать телезрителям, что мы вещаем в прямом эфире на наших информ-платформах. Это Facebook, это YouTube, Апсуа ТВ. Вы можете подключаться через QR-коды, это очень удобно. И комментировать нас в интернете. Ваши комментарии сохраняются. Буквально за несколько часов до начала прямого эфира Дмитрий Дбар, указом президента Абхазии, был назначен начальником Государственной службы охраны. Дмитрий Сергеевич, ваш срок как действующего министра внутренних дел закончился. Вы могли бы отказаться от прямого эфира, но вы пришли, и это делает вам честь. Спасибо. Я свой первый вопрос хотела бы задать вам. Вы стали министром внутренних дел 30 апреля 2020 года. Это полтора года назад. Немножечко волнуюсь, это нормально для прямого эфира. Какая была криминогенная ситуация в то время? Сложная была криминогенная ситуация в то время, потому что на тот период, до того, как меня назначили министром внутренних дел, я был депутатом парламента, и поэтому обладал и статистикой, и данными о происходящем в Республике Абхазия. У нас были очень частые похищения людей, разбойные, нападения и убийства. То есть тяжкие, особо тяжкие преступления. Вот с таким как бы наследством я принял данное ведомство. Вы сказали, что с тяжкими преступлениями. Какие именно тяжкие преступления, которые вам предстояло раскрыть? Это убийство. Мне непосредственно конкретизировать. Если есть такая информация, было бы желательно? Ну, были люди в розыске находящиеся, которые принимали участие в убийстве на набережной Махаджиров. Это то есть убийство троих лиц. Это Шамба, Авецба и молодой девушки. То есть эту работу я принял на себя. И ряд еще, нескольких разбойных нападений было, которые мне пришлось раскрывать. Ну, которые произошли до моего назначения. Хорошо. А в каком состоянии было само ведомство? Конечно, ведомство было в плохом состоянии. Я не могу судить это от моих предыдущих коллег. Не думаю, что от них. Это само ведомство. У него не было ни материального, технического обеспечения, ни правильное расставление сотрудников органов внутренних дел по своим должностям. Это, на мой взгляд. То есть мы столкнулись с самым важным, я на простом языке скажу, важной проблемой. Это то, что сотрудники милиции не имели ни автотранспортных средств, даже форменной одежды не имели. Практически ничего не было. Я ее принял с долгами. С долгами я объясню, какими. Это долгами общими, и за питание, и за форму, и за все вместе. То есть свыше 20 миллионов рублей ведомство должно было на тот период. Я его так и принял. Вам удалось оплатить эти долги? Да, мы оплатили долги. Мало того, мы повысили заработную плату на 75% сотрудникам органов внутренних дел. И в разы увеличили материально-техническое обеспечение. В процессе я могу подробно рассказать, как это и что мы смогли приобрести. Может быть, сейчас все-таки скажете, как улучшили материально-техническое обеспечение? Я скажу, на сегодняшний день больше 100 единиц автотранспортного средства мы получили из Российской Федерации. Полностью мы обеспечили форменной одеждой сотрудников органов внутренних дел по всей Абхазии. Также и зарплаты, также и оборудование. Это компьютеры, кондиционеры, радиостанции, носимые и для автотранспортного средства. Все это мы приобрели в должном порядке. И это будет приобретаться еще по соглашению еще до 2022 года, конца 2022 года. Вот эти улучшения, они как-то сказались на результативности работы? Конечно, сказались. Потому что мы увеличили патрулирование в городах и в районах, так как получили автотранспортные средства. Мы улучшили связь между гореорганами. Взаимодействие между ними стало оперативнее. И люди получили уже в достаточном объеме. Каждый гореорган получил оргтехнику. Это компьютеры и все остальное. Естественно, это улучшило работу и ускорило реагирование милиции на преступления или на обращение граждан. Это за полтора года. Какие были еще планы? Какие еще были планы? Реформирование правоохранительной системы. Президентом была создана рабочая группа. Мы закончили пакет документов о реформировании правоохранительной системы, в частности МВД. Он представлен на обозрение Совету безопасности Республики Абхазия, кабинету министров и лично президенту. Мы сегодня более детально будем говорить еще о статистике. Раз мы обсуждаем криминогенную ситуацию, нам надо понять, что ухудшилось за эти полтора года. И конкретно какие преступления, какие виды преступления увеличились или уменьшились. Я хотела бы перейти к генеральному прокурору. Вы были назначены 12 декабря 2019 года постановлением Народного собрания на должность генерального прокурора. Это буквально тремя неделями ранее произошло это тройное убийство на набережной, о котором говорил Дмитрий Сергеевич. Вы приступили к своим служебным обязанностям в очень сложный период. Громкое преступление, в которое еще не поставлена точка, идет суд. Расскажите про это, как вы начинали свою работу в тот период. Дальше пойдем. В декабре 2019 года сложной криминогенной обстановки в нашей республике, но еще и сложной политической ситуации. На фоне всех этих событий моему назначению предшествовало резонансное преступление. Это убийство на набережной троих наших граждан. Шамба, Авица, Баркертава. В сфере таких событий мне было предложено занять должность генерального прокурора. Я понимал, что это большая ответственность, с учетом того, что предстояла большая работа, но тем не менее выбор был сделан и приступил к исполнению своих обязанностей. По этому уголовному делу, о котором мы сегодня говорим, с декабря 2019 года, вообще оно произошло 22 ноября 2019 года на набережной у нас в городе в дневное время суток в людном месте. И спустя три недели после того, как мы приступили, многие руководящие состав прокуратуры был отправлен в отставку. Генеральный прокурор, его заместители, в то же время ведомство Министерства внутренних дел, руководство Министерства внутренних дел также было отправлено в отставку. И вот в сфере этих событий нам пришлось заниматься вот такими сложными делами. Что касается этого убийства, в рамках расследования были проведены очень сложные мероприятия, был выполнен очень большой объем работы, проводилась очень кропотливая работа совместно со Службой государственной безопасности. Нам предстояло установить и задержать лиц, причастных к совершению данного преступления. В течение месяца было задержано два человека, ну как это уже сегодня известно, это из личной охраны президента. Тогда эти решения, нам очень сложно было принимать такие решения, но тем не менее эти люди были задержаны. Впоследствии было задержано еще три человека, это уже после того, как Дмитрий Сергеевич Дбар занял должность министра МВД. Он тоже был вовлечен в этот процесс и по этому делу было задержано пять человек. Дело расследовалось очень долго по времени, где-то один год и полтора года в целом. И летом 2021 года, в этом году мы направили это дело в суд. Одно время были разговоры, что прокуратура зашла в тупик в рамках расследования, что у нас проблемы с доказательственной базой. Но хочу сказать, что это не так. И за полтора года мы выполнили все необходимое по этому делу и работа велась на пределе наших возможностей. В принципе, по большому счету, она проводилась и днем, и ночью. Наши следователи сделали все возможное. Я считаю, что по моему глубокому убеждению, те лица, которые сегодня задержаны, и я очень надеюсь на то, что они понесут заслуженное наказание. Но мы будем ждать судебного решения. Это что касается этого убийства. Хорошо. Оппозиция заявляет, что у нас криминогенная ситуация за последние полтора года ухудшилась. И даже называют такие слова, и даже говорят такими словами, как беспрецедентные. Вот я хотела бы узнать, почему такое мнение складывается. Аслан Чучербиевич. Да. Добрый вечер всем. В своей подводке, Анна, вы упомянули имена наших товарищей, которых вы хотели бы видеть на нашем месте. Это не потому, что мы не хотели бы вас видеть. Просто мы думали, если мы обсуждаем политику или политические партии. Мы это услышали. Абсолютно без обид. Спасибо большое, конечно. Но теперь немножко хочется по сути. Да, на самом деле мы с Сахарой Юрьевичем не являемся профессионалами в этой области. Но сегодня мы находимся в этой студии и говорим от своего имени, от имени наших товарищей. И от имени тех граждан, простых обычных граждан, которые находятся у себя дома, ездят на работу, выходят на улицу, сталкиваются с теми проблемами, которые вы говорите. Ну, в маршрутном такси ехали себе спокойно, вдруг кто-то там выскочил, обстрелял. Это такие вот вещи, которые происходят, и при этом объяснять и говорить им, что... Ну, Азлан Тетербеевич, это же всегда было невозможно искоренить криминал. Я сейчас к этому приду, а я могу потом отвечать. Да, конечно. То есть, эти те вещи, которые, скажем так, не добавляют оптимизма не кому в нашем обществе. Это первый тезис, о чем я хотел бы сказать. И второй тезис. Пользуюсь случаем, хочу поблагодарить сотрудников, силовиков наших, ребят, которые, рискуя жизнью днем и ночью за небольшие зарплаты, честно исполняют свой служебный долг. Низкий им поклон за их труд. Это второй тезис, что бы я хотел. Можно я тут быстро скажу, тем не менее, у меня складывается впечатление, что от того, что такой плохой имидж создается вокруг правоохранительных органов, того, что мы все время, может, если не нагнетаем, ради бога скажите, что не нагнетается эта ситуация, от этого авторитет вот этих же ребят, о которых вы говорите, которые работают за зарплату, авторитет этих ребят падает, их перестают уважать. Для каждого, кто любит свою страну и хочет, чтобы эта страна процветала, эти вещи мы должны каждую минуту помнить. То есть, мы, благодаря Всевышнему, благодаря подвигу наших братьев и сестер, благодаря великому Владиславу Ардзенба, на сегодняшний день имеем свое государство. И многие миллионы жителей нашей планеты, национальности, курды, те же самые, прочие, 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 они сегодня лишены такой возможности. Более того, мы еще и признанное государство, частично, не частично, тут, как говорится, разницы нет. Главное, что мы признаны своим соседом, стратегическим партнером, как говорят, Российской Федерации. И вот это все накладывает на нас и ответственность, огромную ответственность по отношению к тому, что сегодня происходит. Я не хочу сегодня конкретизировать или же переходить на личности фамилии генерального прокурора или министра внутренних дел. Нет, не об этом речь. Сегодня я хотел бы повести речь вот о чем. Что надо сделать для того, чтобы вот то, что нам не нравится, то, что будоражит общество, то, что громкие убийства, скажем так, да, преступления, которые находятся за гранью человеческого понимания, да, что надо нам всем, как обществу, сделать для того, что это не было. А какие преступления речь за гранью человеческого понимаешь, чтобы мы понимали, так чтобы отвечать. Мне и так сложно говорить. Давайте детально раздеремся. Давайте детально по каждому преступлению. Так будет правильнее и честнее. Давайте я предлагаю так сделать. Мы будем слушать друг друга, не перебивать. Нет, я прошу, чтобы я перебивать не собираюсь, я прошу, чтобы я смог ответить на ваш вопрос не общими фразами, а если есть где-то катастрофа, чтобы я на эту катастрофу ответил. Я к этому приду, я к этому приду. Я в политике, может кому-то может показаться, я в политике давно достаточно. Сегодня я подумал и ужаснулся, насколько давно я в политике. И знаете, за всю мою практику я не знаю ни одного министра внутренних дел или же генерального прокурора, который сказал бы, слушайте, вот мою бытность, я допустил такие-то ошибки, при мне там плохо совсем было и так далее. Если мы возьмем каждого, еще раз повторяю, без фамилии, без ничего, то каждый говорит о том, что вот вытаскивает, значит, свою эту, где цифры написаны и начинает говорить вот эти цифры, вот эти цифры, вот эти цифры. Но, дорогие мои, что у нас сегодня криминогенная ситуация, она, ну, плюс-минус там идет. Потом, тот тезис, который здесь был сказан, тот тезис, который сказан был здесь о том, что похищение было столько-то и столько-то. Ну, здесь тоже есть определенные моменты, где мы можем сказать, что время идет, значит, вот, и сегодня, где, значит, вот эти вот незаконные подключения, вот эта незаконная добыча криптовалют, а она тоже способствует уходу криминала в эту среду. Сегодня это запрещенный бизнес. И сегодня, когда, я сейчас поясню, и частично отвечаю на вопрос Дмитрия Семеновича. Давайте, чтобы не было монолога, чтобы это было интересно и зрителям. Вы скажете свое мнение, Дмитрий Семеновича. Так вот, криминал, он тоже переориентировался, и люди не жалуются. Конечно, статистика, она, как бы, получается, она улучшилась. Я все равно должен послушать эту статистику. Я все равно говорю про тяжкие особые, а не про красные. Подождите, да, вот почему я не хотела, чтобы силовики с политиками были, потому что это немножко разный стиль общения. Я, вот, по поводу, вы говорите, криминогенная ситуация ухудшилась, приводите там ситуацию с обстрелом в маршрутном такси, еще что-то. Дмитрий Сергеевич, у вас есть возможность ответить? Я могу ответить, да, я отвечаю. Спасибо, что вы сказали свое мнение, я готов на него ответить. По-первыхому, то, что вы сказали, это по маршрутному такси, вы это поставили в пример. Я вам скажу, что, я не думаю, что это так часто случалось, но милиция, слава богу, за полтора года... Мы раскрыли его через час. Да, да, я знаю. Подождите, подождите. Вы что, знаете, вся Абхазия это знает? Да. Мы публикуем это. Раскрыли мы его через час. Самое главное, чтобы мы быстро отреагировали, быстро нашли виновника, и не, как сказать, и нету такого, чтобы кто-то нас мог упрекнуть в том, что милиция не проделала свою работу. Я считаю, что ставить в пример его неуместно, по моему мнению, потому что это преступление раскрыто. Это мое мнение. Я сейчас продолжу. То, что вы говорите, каждый цифры вытаскивает министр внутренних дел. Да, мы вытаскиваем цифры, потому что мы ведем статистику точную. И мы видим, как мы должны видеть, мы лучше работаем или худше работаем, прежде чем за аналогичные года. Вот я вам скажу, что если брать тяжкие, особо тяжкие преступления, это убийства, разбой и похищение граждан, то ни по одной этой позиции увеличения нет. Только понижение. То есть, что это говорит? Что криминогенная обстановка в Абхазии не ухудшилась. Ни по одной позиции. Если даже брать ДТП, ни по одной позиции нет ухудшения. Только улучшения. Почти в два раза. И также по особо тяжким и тяжким преступлениям. Тогда о никаких невообразимых преступлениях речь идет. Я почему попросил конкретики. Я готов на эту конкретику ответить. Я просто хочу понимать. Нету ни по одному, ни по убийству, ни по разбою, ни по похищению, ни по ДТП, ни по погибшим, ни по раненым. Нет нигде увеличения. Везде идет снижение. Тогда в чем ухудшилась криминогенная обстановка? Скажите, пожалуйста. Вы мне вопрос задаете? Вы добавите? Да, я добавлю. Я с вами не согласен абсолютно. И вот такими общими фразами говорить о работе правоохранительной структуры, я считаю, что это неправильно. Если говорить, говорить нужно предметно. И только что Дмитрий Сергеевич подчеркнул, здесь отметил кое-какую статистику по категориям преступлений. Но я вам скажу, вот к примеру, просто. В 2020 году было зарегистрировано разбойных нападений. Разбойные нападения относятся к категории особо тяжких преступлений. 18 преступлений было в 2020 году. В 2021 году, у нас один месяц остался до конца года. Три преступления зарегистрированы. Это что касается разбойных нападений. Теперь я вам скажу по похищениям человека. В 2020 году было зарегистрировано одно преступление. В Кальском районе в отношении гражданина Соселя, который приехал с территории Российской Федерации. В Абхазии его похитили. Перевели на ту сторону. Но через какое-то время, через какое-то время, при участии наших оперативных сотрудников, он был освобожден. Уголовное дело раскрыто. Находится в Гальской прокуратуре. Трое людей установлены и находятся в розыске. В 2021 году ни одного похищения человека не было. Это что касается вот таких серьезных дел. Убийство. Если мы будем говорить об убийстве. В 2020 году было совершено 8 убийств. 7 из них раскрыто. А если мы будем говорить 18-19 года. Если мы будем проводить сравнительный анализ. То в 2018 году было 12 убийств. А в 2019 году было 22 убийства. То есть это же о чем-то говорит. Это же совместная работа, которую мы вместе выполняем. Поэтому я думаю, что вот так критиковать правоохранительную систему и каждый раз находить какой-то повод ради того, чтобы, я не знаю, ради достижения какой цели или в каких это интересах делается. Честно говоря, я считаю, это неправильно, это некрасиво по отношению к нам. У нас ребята, следователи, оперативные сотрудники, они днем и ночью работают. И все мы прекрасно знаем, что нет сегодня такой достойной заработной платы. С учетом того, что у нас пока еще слабо развита экономика. Но тем не менее, они выполняют свою работу. И вот так критиковать, говорить, что работа не проводится. Я считаю, что это неуважение просто даже к этим ребятам, которые стараются делать все возможное. Я вам просто хочу еще добавить, позвольте. Я, по-моему, в своем вступительном слове, извините, что перебиваю. Вы привели в пример маршрутное такси. Маршрутное такси, оно, вы знаете, это не такое. Это не показатель. Я прекрасно об этом понимаю. Я вам могу привести пример, знаете еще какой? Коррупционных дел. Как это в прокуратуре происходило с 2015 по 2019 год. И сколько дел за два года мы возбудили в прокуратуре? Сколько дел мы отменили? И в каком состоянии все это находилось? А сколько было с 2015 по 2019 год? Я вам скажу, что за коррупционных дел, которые ушли в суд, только одно дело было. С 2015 по 1994 год? Это вот час перед вашим эфиром, перед тем, как вы нас пригласили, я все это проанализировал, посмотреть, других дел я не знаю. Одно дело, оно находится приостановленное, и то не был объявлен розыск в отношении главного бухгалтера Государственного таможенного комитета. Мы когда пришли в декабре 2019 года вместе со следственным управлением, все дела подняли, изучили и отменили все вот такие незаконные постановления, чтобы вы знали. И я вам скажу, что только в 2020 году прокуратура и генеральная, генеральная прокуратура знаете, чем занималась? Они возбуждали уголовные дела, но потом эти дела успешно прекращались. А уголовные дела направлялись в суд небольшой средней тяжести. Это не работа генеральной прокуратуры. А в 2020 году мы возбудили только дела коррупционной направленности, 14 уголовных дел. Вы представляете разницу? А за последние полтора года, раз уже мы сравниваем, сколько было коррупционных дел? Так я говорю, что вот только в 2020 году мы возбудили 14 уголовных дел. 10 из них мы отправили в суд. Я вам могу перечислить, какой категории эти дела. Я не хочу бросать тень на своих бывших коллег. Я считаю, что это неправильно, неверно будет с моей стороны. Так делать нельзя. Это мои коллеги, с которыми я работал в свое время. Просто я говорю, то, что сделано нами. Сегодня проводится очень серьезная и большая работа. Ее не видеть нельзя. Это просто нечестно по отношению к нам. Вот что я хочу сказать. Вот вы в своем слове сказали, что не объективно, не честно. Но я, по-моему, во вступительном слове поблагодарил, пользуясь моментом, что руководители здесь находятся, да, поблагодарил всех сотрудников за работу. Я, по-моему, ничего такого не сказал. Это один момент. Да, но дальше не за вас. Это один момент. Вы поблагодарили, сказали, что плохо работает. Получается так. Секундочку. Во-первых, давайте я продолжу. Или сделаем какой-то хронометраж, чтобы мы могли одинаково по времени говорить. Хорошо, я не буду вас переговорить. Просто я хочу, чтобы подключился к разговору Ахра Юрьевич. Я единственное, что хочу сказать, что по большому счету оценку работы всей правоохранительной системы дает не министр и не прокурор. В определенной степени да. Но оценку дают люди, которые в ежедневном режиме чувствуют себя защищенным и безопасным. У нас нет таких опросов, у нас нет социальных опросов, к сожалению. И еще один момент. Я же не говорю о том, что вчера было все хорошо, пришли новые люди и стало все плохо. Нет. Я говорю о том, что... Секунду. Я говорю о том, что эти проблемы носят системный характер. Они появились не сегодня. Они давно преследуют нас, наше общество. И понимаете как, вот говорить о том, что вот сегодня хорошо, а вчера было плохо, а придет еще следующая власть, будет то же самое говорить. Это замкнутый круг, дорогие мои. Нам надо выходить из этого замкнутого круга. Поэтому я сказал, что проблема на сегодняшний день заключается в том, чтобы мы не ждали хорошего. Да, от руководителя, да, от стиля, да, конечно, многое зависит. Разговора нет. Каков руководитель? Есть такая поговорка, какой поп, такой приход. Есть такая поговорка. Так вот, от руководителя, конечно, многое зависит. Но, в целом, профессионалы, которые здесь напротив нас стоят, они хорошо это понимают, но не всегда могут говорить то, что у них может быть глубоко в душе, в сердце, как говорится. Я не понимаю, давайте будем говорить то, что у них глубоко в сердце. Да, я дальше пойду, я дальше пойду. Ну, вы как-то сказали очень поверхностно, я не совсем поняла. Вот, Дмитрий Сергеевич сказал, что вы социальные опросы проводили. Я скажу так, вы понимаете, вы не говорите предметно, вы говорите как общественный дед, как будто бы мы находимся на партийном съезде, и вы выступаете. Я пришел сюда, подождите, я пришел сюда говорить конкретно, потому что нас позвала оппозиция, я обязан был прийти, нас позвала оппозиция, что ухудшилась криминогенная обстановка. Так давайте говорить по фактам, ухудшилась она или нет. Вас не оппозиция позвала, вас позвала Абхазская государственная телерадиокомпания на эфир. Вообще, чтобы обсудить в прямом эфире эту тему, требовала оппозиция, даже документы есть, если вы это знаете, с ней это опубликовали. Давайте говорить по фактам, а не общей фразе. Это нормально, я рада, наоборот, приветствую, что представители силовых структур пришли, и они, значит, готовы отвечать на вопросы. Ахра Юрьевич. Спасибо. Кстати, я быстро скажу, вот когда вы сказали о том, что по поводу криминогенной ситуации она ухудшилась, улучшилась, вот французский социолог Эмиль Дюргеев, он считает, что преступность невозможно ликвидировать. Она вечно существовала, и даже в какой-то степени она необходима обществу. Другое дело, что ее надо контролировать. Ну, по поводу контролировать преступность, и мы к этой теме... Француз сказал, что социолог... Нет. Может быть, Ахра Юрьевич, знаете, Эмиль Дюргеев, тот, кто изучает общество знаний, знает. Спасибо за приглашение, что я хочу сказать, что наши зрители знали, что сегодняшний вот этот цикл прямых афиров, если не ошибаюсь, поправьте меня, он, да, был инициирован оппозиционными организациями, но тематику выбирают сообща, чтобы это было интересно зрителям, чтобы это было актуально. Вот эту тематику, как граждане очень хотели оппозиционировать. Так же и сегодняшней передачей. Да, мы с Асланом не веристы, но я считаю, что мы совершенно по полному праву можем здесь находиться, потому что мы граждане Абхазии. Это главный субъект права государства, и мы можем здесь стоять и интересоваться. Что я хочу сказать, молодые люди, то, о чем мы говорили, это ваша работа, а то, что нас интересует, это наше право. И насколько вы, как вам кажется, качественно не выполняли работу, и даже если вы действительно качественно выполняете, у нас остается безусловное право по тем поводам, которые нас беспокоят, спрашивать вас, потому что мы граждане Абхазии. Вот, наверное, главную вещь хочу здесь сказать, что вообще вот эта правоохранительная система, она в стране призвана обслуживать мои интересы, как гражданина. Не власти, не самой себя, а не каких-то групп по интересам. Я ваш работодатель. Безопасность, моя безопасность. Это сервис, за который я заплатил налоги. И я хочу, чтобы он был качественным и в соответствии с законом. Причем хочу вам одну вещь сказать, что... Причем во все времена так должно быть. Абсолютно. Я благодарен вам за ваши комментарии, прямо они так уточняют мои мысли. Спасибо, Анна. Что хочу сказать, вот это очень важно. Вообще право применения, почему оно лимитировано законом? Ну, вы это лучше меня знаете. Потому что право вообще работает в очень узком коридоре. Когда вы ходите за этот коридор, да, когда вам кажется, что цель оправдывает средства, когда вам кажется, что какая разница, давай здесь немножко пренебрегу вот там нормативами какими-то, здесь еще чем-то, но главное добиться цели. Тогда вы идете к произволу. Понимаете? Я такой банкет государство не заказывал. Я это уже сто раз говорил. Хочу еще раз вам сказать, что каким бы неблагими намерениями я не могу позволить, чтобы мои интересы или даже мои преступления защищались или преследовались незаконными способами. Вы можете конкретизировать, где были исчемлены ваши интересы? И хотя бы выходя за рамки законодательства. Вот как-то вот супредметно говорили. Я помню, к чему это веду. Вот если бы этими нормами руководствовался глава исполнительной власти после инцидента на набережной, с которой вот вся эта ситуация началась, то тогда же министр внутренних дел был бы отправлен на ставку. Но это ваше мнение. Это мое мнение. Сугубо мое. Я сообщаю его нашим телезрителям. Почему я так думаю? Потому что, когда вы пытаетесь осуществить закон незаконными методами, это ведет к самому страшному. Подрыву фундамента государственного права. Это произошло полтора года назад, Ахрая Юрьевич. Доверю граждан правоохранительной системы. Понимаете? Стал ли я себя чувствовать безопаснее из-за этого? Нет, не стал. Зато знаете, что я стал ощущать? Что если я не так где-то буду разговаривать, не то говорить, ко мне могут применить какое-то давление. И отсюда я делаю естественный логический вывод. Что то, что происходило на набережной, это было не просто рядовым нарушением каких-то должностных инструкций. Вы считаете, это самое худшее преступление, которое могло произойти в Абхазии за последние 20-30 лет? Я могу объяснить, почему. Смотрите. Там присутствовал депутат Кокая. Ну, все вы знаете о его острых и, на мой взгляд, как бы невезосновательных осуждениях по поводу энергетики. И все вы прекрасно знаете, что это раздражало власть. Это правда. Это не правда. Вот, понимаете как, мои дорогие друзья. Абхазия за Кокая никто не просил стрелять. Смиря Сергеевич, вы дорогой, уважаемый, когда я что-то говорю, вы же говорите о вас слушаем. И все остальное. Я просто прошу вас. Ну, потому что здесь политикой занимаемся, а не говорим о криминогенном остановке. Потому что так и есть. И общий моральный. Когда я говорю, пожалуйста, не перебивайте меня. Хорошо, говорите. Я сюда пришел еще раз как гражданин. Понимаете? Если вы хотите защищать мои интересы, я защитил уже свои интересы. Вне рамок тех прав, которые я вам очертил, я буду против. Даже если у вас сплошные заслуги. Я не знаю. Один раз вы перешли этот порог. Для меня этого достаточно. Какой порог? Ну, я хорошо могу рассказать, какой. Пожалуйста, расскажу. Если вы хотите, расскажите. 30 дней рассказывали об этих порогах. О чем вообще речь? Ну, это тема еще вчерашнего дня. Я думаю, она уже разрешилась. Если мы говорим глобальные вещи, мы не можем застревать только на... У меня отец ветеран войны, супруг ветеран войны, брат ветеран войны, трое дяди ветераны войны, ну, извините, но все время можно говорить об одном и том же. Мы поняли, что возмущение услышали. В парламенте были, митинг был, решение какое-то принято. Дмитрий Сергеевич уже не является министром внутренних дел. Давайте пойдем дальше. Шире обсудим эту ситуацию. Криминогенная ситуация может стать беспрецедентно худшей, если из одного случая. Давайте другие еще какие-то... Анна, это не только этот случай. Давайте будем обсуждать на самом деле. Давайте начнем изначально. Я хочу вам сказать, что это такая претензия, которая, не знаю, стоит очень многого. Это говорит об отношении к гражданам, к ветеранам. Совершенно верно. Я даже не знаю, понимаете. Вы неверно говорите. Да, я прекрасно. Вы знаете, когда ни один ветеран в своих показаниях не сказал, что я к нему применил силу или еще что-то. Ни в одном из показаний везде не было. Важаемые коллеги, если вы видели... Да, это просто ваше рассуждение. Можно я вам отвечу по этому поводу? Я не пришел сюда говорить по этому поводу, потому что я по этому поводу два месяца уже говорил. Хорошо, можно я вам отвечу? Я уже свое высказал и не хочу по этому поводу с вами рассказать. Но зрители хотят услышать. Да не хотят, им уже надоело. Им надоело то, что вот это, Дмитрий Сергеевич. А давайте обсудим, как за похищенных людей, когда вы все были при власти, за похищенных людей передавали деньги прямо на площади перед администрацией президента. Почему вы это не обсуждаете? Почему вы не обсуждаете, что силовики не которые подрались, а которые убивали людей по заказу? Почему вы это не обсуждаете? Все это мы не обсуждаем. Нет, мы ничего не обсуждаем. Зачем вы сейчас нас уводите в эту сторону? Почему вы уводите в другую сторону? Митрий Сергеевич, я вам вынужден напомнить, что будучи в оппозиции, будучи в оппозиции, происходило событие, которое по факту явилось надломом Министерства внутренних дел. Вот этот штурм, который произошел. Штурм Министерства внутренних дел. Кто вам мешал расследовать этот штурм и посадить виновных, если там был надлом или правомерные действия каких-то людей? На тот момент, Леонид Юрьевич, Дзябшба, будучи министром, Вам кто-то мешал? Дмитрий Сергеевич, давайте так. Я отвечаю вам. Если вы настроены так, чтобы не давать никому слово, перебивать, заговаривать, я не хочу вот в таком формате, в таком русле. Вы говорите ни о чем. Дмитрий Сергеевич, можно нам высказать? Нет, нельзя, потому что мы или говорим по делу, или по делу. Нельзя высказать? Я не буду высказываться за общую тему. Это вы будете определять, где по делу, где не по делу, вы не по делу говорите, мы криминогенную обстановку обсуждаем. Выводы, Дмитрий Сергеевич, не вам делать. По какому я делу говорю, если наша дискуссия будет в таком формате, тогда, извините, я замолчу, говорите оставшийся час. Давайте о криминогенной обстановке. Знаете, я буду говорить о том, что считаю нужным. Это вы можете, как-то рефью даете. А я пришел сюда, конкретно говорить. Уважаемые коллеги, у вас помимо того, что произошло, я с огромным уважением к вам отношусь, попрошу вас, как бы вот это вот соблюдайте, вот это правило диалога. Нет у этого правила, потому что говорить не о том. Мы вас услышали, но помимо того, что произошло 30 сентября, эту ситуацию, в принципе, никто не оправдывает. И тот же Дмитрий Сергеевич, мы это уже много раз обсуждали. Он, в принципе, приносил тоже свои извинения относительно и себя, и своих коллег, которые находились там. В конце концов прокуратура... А коллеги, которые сегодня... Подождите, а коллеги, которые сегодня... Они находятся под следствием. Под следствием они находятся. Они имеют арест... Они что имеют, я вам скажу, дайте договорить. Да. Относительно этой ситуации он уже принес извинения. Прокуратура приняла процессуальное решение. Мы возбудили дело уголовное в отношении его коллег, заместителя и другого Чачхаля. Относительно депутатов парламента мы тоже дали правовую оценку, если вы знаете. И уже Верховный суд, суд Верховный, да, уже первое решение у нас имеется относительно того, что они производили стрельбу и в их действиях усматривается хулиганство. Это вы тоже знаете. Сегодня эти ребята, о которых вы говорите, очень часто сейчас в обществе говорят, а что прокуратура сделала? А кто-нибудь у нас поинтересовался из представителей каких-то общественных партий или движений? Кто-то... Ко мне лично кто-то обращался в прокуратуру. Я договорю. Кто-то спрашивал, кто-то приходил за информацией, что происходит, как идет ход следствия, где находятся эти ребята, какую меру пресечения вы избирали, почему вот кто-то говорит, мы их видели на улице, почему они находятся на улице? Кто-то у меня спрашивал. Этим делом занимается генеральная прокуратура. Я вам отвечу на все эти вопросы. Более того, вот недавно было очень много заявлений. Опять вывод. Вы не имея информации, не имея никаких источников. Этот вывод я уже для себя сделал. Когда вы в парламенте, когда я находился, там были представители, которые говорили, что вот в Гаграх произошло убийство. Послушайте, я знаете, просто я к вам с уважением отношусь. Но прежде чем делать такие заявления, нужно, наверное, иметь какую-то информацию тоже. Генеральная прокуратура еще не прокомментировала эту ситуацию. Для того, чтобы какие-то представители каких-то движений делали уже свои какие-то выводы, давали этому правовую оценку. Я считаю, это абсолютно необъективно. Это преждевременно делать такие заявления. Кто-нибудь, вот говорили, что там произошло убийство вот этого молодого парня Кетя со стороны сотрудников милиции. Прокуратура бездействует, а сотрудники милиции превышают своих должностных полномочий. Мы возбудили дело. Дело находится в Гагарской прокуратуре. Находится под контролем Генеральной прокуратуры. Вы слышали в моей речи, чтобы я в парламенте говорю, что там было совершено убийство. Между убийством и причинением смерти в результате самообороны это абсолютно разные составы преступлений. Когда вот такие фразы произносятся, когда публично вот такие высказывания мы слышим, конечно, нам неприятно. Вместо того, чтобы прийти, поинтересоваться, даже я, будучи сегодня прокурором, возглавляя ведомство прокуратуры, не могу делать преждевременных каких-то выводов. Даже я боюсь раньше времени что-то говорить. всегда есть какое-то время для того, чтобы собрать первичный материал. На это всегда уходит двое-трое суток, чтобы сложить эту картину, а потом говорить, что там произошло. Не дожидаясь комментарий Генеральной прокуратуры или Министерства внутренних дел, вот уважаемые коллеги, вы знаете как, я, например, была эта ситуация, и я вот недавно обратил на это внимание. Вы уже делаете свои заявления. Так делать нельзя. Почему? Потому что, наверное, сначала нужно поинтересоваться, должен быть какой-то источник. Мы же не комментируем эту ситуацию, а сегодня мы уже ее прокомментировали. Так что получается? Вы дискредитируете не нас такими заявлениями, вы дискредитируете себя. Это я так считаю, и это пусть будет не в обиду сказано. Люди такого уровня, как вы, не должны делать таких заявлений. Сегодня у нас в оппозиции очень многие претендуют на кресло главы государства, и они позволяют себе такие вещи. Я считаю, это непрофессионально, и это свидетельствует об отсутствии вообще элементарных знаний. И чтобы говорить, делать какие-то выводы в области юриспруденции или относительно следствия, надо иметь какие-то познания. Это вот мое личное мнение к вам такое. У вас есть возможность ответить? Да, я, знаете, как удручен, честно говоря, прежде всего тем, что, еще раз подчеркиваю, что такая форма дискуссии, что мне говорить или не говорить, пожалуйста, это право, оставьте за мной, как за гражданин. Я говорю про конкретику, за что мы пришли, говорите, пожалуйста. В очередной раз. Мы готовы общаться по поводу ситуации сегодня, которая в стране. Аккуратно, сейчас обратился к оппозиции, вы можете ответить. Теперь, значит, если возможно меня не перебивать и дать возможность высказаться. Если это такое возможно вообще, спасибо огромное. Теперь я хотел бы, раз мы ушли в этот процесс, я хотел бы тогда напомнить уважаемым присутствующим здесь такой факт нелицеприятный, который не довел страну чуть ли не к гражданской войне. Я имею ввиду отравление Жанни Аслана Георгиевича, то, которое имело быть место, как бы по некоторым оценкам. И, кстати говоря, тогда я очень четко помню, что позиция генеральной прокуратуры разнилась с позицией, скажем, депутата ДБАР. Генеральная прокуратура заявляла тогда, что никакого факта отравления нет, а будучи депутатом парламента, заявлял о том, что это присутствует. Это значит, вот такой факт. Мне интересно было бы риторический вопрос, конечно, может быть, с одной стороны, но мне не только мне, обществу, наверное, интересно было знать, а что в конце концов произошло. Было ли отравление, или, как в том анекдоте, ложки оказались на месте, а осадочек остался. Я еще раз подчеркиваю, можно было бы на эту тему шутить много, но тогда вот противостояние, которое вылило, которое было в обществе, оно носило очень такой опасный характер. Это один момент. Второй момент, значит, когда этот приступ у Жани Аслан Георгиевича повторился в марте 19-го года, обратился ли по этому факту Аслан Георгиевич в прокуратуру? То есть, почему я вот сейчас начал опять с этих вопросов? Я не планировал вообще говорить об этом. Я планировал говорить об этом я не планировал, я планировал говорить о том, чтобы, что надо сделать, как надо поставить работу силовых органов так, чтобы завтра нам с вами, стоящихся в этой студии, было не стыдно будущим поколениям. Дальше. То, что касается тех, к сожалению, трагических моментов в Гаграх, который произошел, вы знаете, я не хочу в данном случае говорить за несчастных этого парня, который погиб, убили его сотрудники. Вы все равно говорите убили. Погиб, убили, значит, здесь разные формы можно применять. Дальше. Я думаю, что в этом случае очень рассчитываю на то, что правоохранительные органы, соответствующие правоохранительные органы скажут прежде всего правду. Но есть один момент. вот Адгур Нукзарович, вы как генеральный прокурор, то есть у меня внутреннее ощущение, как у гражданина, можно было бы избежать этой трагедии. Что я имею в виду? То есть когда произошло вот это вот событие в стенах РОВД, когда вот тот задержанный, потом впоследствии несчастный повесился, да, да, и так далее, и тому подобное, вот те меры, которые, на мой взгляд, могли бы предотвратить, я же говорю, на мой взгляд, могли бы предотвратить. А вы парламент смотрели? Мы там на все вопросы ответили. Митрий Сергеевич, ну не ваш же бенефис, правильно, мы же договорились. По-моему, ваш. Ну потому что мы на эти вопросы ответили, давайте хронометраж поставим. Депутатам парламента по заявлению. Вы сформулируйте свой вопрос, потом вы ответите. Все ваши вопросы, мы занимаемся, прокуратура занимается всеми этими делами. У всех есть хронометраж, не переживайте. Я скажу дальше больше. Вот на сегодняшний день то, что люди терпят огромнейшее недовольство и так далее, и тому подобное, связанное с процессами развала энергосистемы. Я называю вещи развала энергосистемы. Кто как хочет, так пусть и... Подождите, я не хотела вмешать вас, но давайте конкретно по теме. Я сейчас объясню. Мы не на съезде находимся. Ну дайте, я факты по энергетике мы сегодня говорить не будем точно, потому что на следующей неделе у нас планируется этот эфир, ведущие готовятся к этому. Подожди, вы хотите, чтобы силовые структуры отвечали за энергосистему? Энергосистемы нет. Материальный ущерб. Я говорю сейчас о материальном ущербе. Я не говорю... Я говорю о материальном ущербе. Это тема другая, для другого эфира. По энергосистеме. Трансформаторы и прочее оборудование сгорело. И сегодня, еще самое интересное, вот за этот месяц лет... Заканчивайте, пожалуйста, с вопросом, потому что вы уводите главную тему сегодняшнего эфира. то это получается миллионы денег. А кто-нибудь... Они фактически украдены. Они по чем вы... Вот это, кто-нибудь за это, за эти преступления будет отвечать или нет. Энергетику нужно обсуждать с министром экономики. Поэтому давайте лучше сейчас здесь остановимся, не уйдем в эргосистему. Я обсуждаю не энергетику. Эта тема для следующего эфира. Но тогда мы с другом эфире это можно обсудить. Мы лучше прекратим общаться, потому что мы не можем на эти вопросы отвечать. К нашей конкретной теме. На вот эти, энергетика... Дмитрий Сергеевич, государство... У нас на эмоции сейчас уходит время. Где вы взяли? Да проблем нету. Дмитрий Сергеевич, оставьте энергосистему в покое, ее мы будем еще обсуждать. Отгурнук дарит. Да не о том, вы не о том, граждан. Там распространяется в эти сеансы. Вы тоже не о том, что вы не о том. Давайте мы сейчас перейдем на рекламу. У нас в эфире заявлена реклама, а затем через... Бесконтактная плата с любого смартфона. Быстро и надежно. Используйте QR-пэй Ак-мобайл везде, где есть стойка с нашим QR-кодом. QR-пэй самый умный способ оплаты. Ахам-такуа башхо. И уэпшимашук счыцэсты Ахам-такуа. Дэсуи гяма якшо. Афирма ква Бабаевский Красный Октябрь Родфронты Хюдергалуйт. Бзия Йирбо Ахамыха ква Ахучкой Аду тверзэн. Ухучра Агяма угуа лазршо. Акала кяго Назад зэлымюа визжав в московские конфеты. С наступлением зимнего отопительного сезона резко возрастает количество возгораний в жилом секторе. Одной из основных причин возникновения пожаров являются нарушения правил пожарной безопасности. Вот основные правила безопасности. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода. Вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, повелить дымовую трубу на чердаке и крыше. Печи и другие отопительные приборы должны иметь предтопочный лист размером не менее одного квадратного метра на деревянном полу или полу из других горючих материалов. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, а также сушить белье. Необходимо отремонтировать электропроводку, неисправные выключатели и розетки. Отопительные электроприборы и плиты должны находиться подальше от штор и мебели на несгораемых подставках. Не допускайте включения в одну электросеть приборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети. Не используйте приборы кустарного производства. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра. Исключите ростовку печи легко воспламеняющимися жидкостями. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара. Перед уходом из дома необходимо убедиться, что газовое и электрическое оборудование выключено. В случае пожара или появления дыма немедленно звоните по телефону 001-911-112. Агурнук Зач, вы хотели ответить Аслану Чучульбеевичу, но я не дала вам этой возможности. Относительно этого вопроса по поводу отравления Аслана Георгиевича Бжаня, этой проверкой занималась прокуратура. Это происходило еще до моего назначения. Это было в 2019 году. Это событие имело место. Начиналось это в апреле месяце. И в 2020 году, в январе месяце, было принято процессуальное решение. Вы задали вопрос, какое решение было принято прокуратурой. И смогли ли установить, сам факт отравления или нет. Ну, проверку проводило тогда Следственное управление Генеральной прокуратуры. Я всего лишь пришел на завершающей стадии, когда я был назначен. И, в принципе, вся проверка уже на тот момент была завершена. Да, исходя, и когда я был назначен, и после того, когда главой государства Аслан Георгиевич Бжаня, он пригласил меня по этому поводу, и у нас был разговор. Он спросил меня, возможно ли дать правовую оценку не в рамках отказного материала, а как-то отреагировать по-другому. К примеру, возбудить уголовное дело для того, чтобы установить виновных лиц. Но это понятно, что это сделать было очень сложно. И с учетом тех материалов, которые у нас имелись в прокуратуре, я, естественно, довел до главы государства, что это сделать практически невозможно. Почему это сделать невозможно, я на сегодняшний день могу сказать только одно, что повода и оснований для возбуждения дела у нас в прокуратуре сегодня не имеется. Спасибо. Нет, я еще не завершил. Проверка проводилась на территории Российской Федерации, и она проводилась по поручению Генеральной прокуратуры. Не было оперативного сопровождения наших местных силовых структур, в отсутствие которых сложно устанавливать подобного рода факты. И с учетом того, что это происходило на территории другого государства, я не знаю, по каким причинам не представилось возможным это установить, но у меня сегодня есть определенного рода сомнения тоже. И с учетом того, что мы, то наследие, которое нам досталось, с учетом этого мы не смогли принять такое решение. Вот это то, что касается этого материала. Вы еще спросили по Гагри, да? Нет, я не спрашивал вас про Гагри. Понятно. Тогда перейдем на другую тему. Участились инциденты. Анатолий Юрьевич, хотел вас спросить. Анатолий Юрьевич, хорошо, хорошо. Ну вот, вы слышали, как наши друзья приводили статистику. Да, я как бы ни секунды не сомневаюсь в ее достоверности, документальности и так далее. Но мне кажется, что очень многие в Абхазии, в том числе, я думаю, что эта статистика неполная, и что очень большой пласт правонарушителей и, собственно говоря, преступление ушло в тень. С чем это связано? На мой взгляд, в первую очередь, с тем, что появилась вот эта новая возможность перевести противоправную деятельность в теневую сферу. В первую очередь, это добыча криптовалют, так называемый манинг. Ну, сегодня вот их мелких и средних правонарушений стало меньше, но мы прекрасно видим, как все они перекочевали вот в эту сферу. Ну, для вас, наверное, не секрет, что там чуть ли не как войсковые операции производятся. Кто-то выслеживает, делает засады, другие стреляют, грабят по деревням, по городам и так далее. Вот вчера вам сказали, что 50 манеров где-то изъяли, там 93 излили. Ну, это как бы у меня непроверенная информация. Дайте я скажу, значит. Теперь смотрите, то, что преступность перекочевала в эту сферу, я думаю, вы отрицать не будете. Теперь давайте представим на одну секунду, что будет, когда вот эти вот майнинговые войны выйдут за пределы вот этой дневной сферы и выльются вот в открытое противостояние. Вот как вы считаете, не является ли это, вот, например, вашей, вот, как генеральный покрова задачей отчитаться перед парламентом или перед единственными структурами о том, что вот эта сфера деятельности несет криминальный потенциал для будущего Абхазии. Что вот это вот место, где развивается вот такой бесконтрольный, серый бизнес, весь криминал перекочует туда. Это первое. И второй момент, который хотел бы вам задать, значит, по поводу майнинга, это первое. И второе. Возвращаясь к теме инцидента на набережной, мне хочется, чтобы мы возвращались, но тем не менее. Я тогда сказал, что этот инцидент имел не просто вот такой вот случайный характер. Мне кажется, это политически мотивированный характер, потому что то, что говорил депутат Катайя... Вы имеете в виду в 2019 году тройное убийство на набережной? То, что он говорил, не устраивало власть. И дальше продолжает думать. Есть ни одно, ни два случая, когда возбуждались политически мотивированные следствия и, по крайней мере, следствия в отношении людей, которые не устраивали действующие... Я просто вам пример приведу. Расследование по курорту Пицун, а вы хорошо знаете, мы общались даже с вами по этому вопросу. В отношении директора, вот, Нодара Шакрыл, было, по-моему, 5 или 6 судов, сейчас я уже не помню. Который интернет покупал за 50 миллионов? По-моему, все он выиграл. Вот сейчас опять возвращается дело. Этим делом занималась наша СГБ. У меня к вам вопрос. Вам, как, не знаю, правоохранителям, как людям, которым мы взяли на работу защищать нашу безопасность, нашу честь и достоинство, да, интересы государства. Вам не интересно, почему экономическими вопросами занималась служба государственной безопасности, которая вообще признана защищать меня от внешних врагов. Какое их дело в расследовании этого дела? И еще дальше я вам скажу, что эти люди, которые там работали, вот этот объект поставили на такой уровень, что с дотационного там, он превратился, я не знаю, в суперприбыльный, в 5 или в 10 раз увеличивший доходную плагу. С какой целью преследовали этих людей? Тем более, что они несколько судов уже выигрывают. Я не удивлюсь, если их вернут на место. Вот мне интересно. Вот эти экономические и политические мотивированные так называемые следственные действия, они не вызывают у вас удивление. Вам не хочется? Да. Вот он, меня вызывают. Понимаете? Мне кажется, что вы не просто реагировать должны. Вы должны опережать. Вы защищаете граждан. Вы абсолютно изъявились. Очень независимы. Я вам отвечу, хотите? Вы просто сейчас вынуждаете меня говорить то, чего я не хочу. Если относительно Нодара Шакрыл и других лиц, если вы будете мне приводить в пример, то я вам скажу, какие материалы у нас имеются и какие решения мы принимали. Но если их внимательно пересмотреть, все может быть совсем иначе. Так что я не хотел бы уводить вот эту тему. Пока что он судовыигрывает. Политическую плоскость, я не хочу переходить. Я это расцениваю. Какой-то такой политический модель. А что касается, вот по поводу майнинга, вот вы сказали, Дмитрий Сергеевич, что вы сотрудничаете с Черномор-Энерго и с Государством. Да, как бы вот такой момент. Просто вот интерес такой момент. Скажите, вот если там сидит преступная группировка, я ее просто по-другому не могу назвать, людей, которые занимаются незаконной деятельностью. Так же это на самом деле. Вот, интересно. Этот Черномор-Энерго должен их выслеживать, там проводить спецоперации, там и так далее. Или это все-таки ваше деятельность. Тем более, что существуют крупные цены. Я говорю, что вот с коллегами если бы общались, нам было бы легче. Вот, можно, да, ответить? С коллегами нам было бы общаться легче, потому что мы не понимаем друг друга. Вы все на политическую плоскость переносите. И мы переносим четко, отвечая на ваши вопросы. Я отвечу по маленькому, по вашему вопросу. И Черномор-Энерго может нам сказать, не показать, где нагрузки находятся, для того, чтобы мы выявили данные фермы. Это раз. Второе, у меня сотрудники милиции к сожалению, к счастью, не знаю, много чего умеют. То, что им не нужно знать даже по своей профессии. Но отключать высоковольтные линии и все остальное, они этого не умеют. Мы берем всегда с собой Черномор-Энерго. Они нам содействуют в этом процессе и говорят, в каком районе, на какой линии нагрузки и все остальное. Госстандарт оформляет. Сейчас я объясню. Госстандарт оформляет и потом уже это идет в суд. Вот и все. Они не являются Вы не поняли мою вопрос. Уголовная ответственность там идет от сколько непосредственно стоят вот самих машинок и всего остального. Уже от этого уголовная ответственность идет по новому законодательству. То, что принял парламент. Свыше 300 кВт. И поэтому в основном люди что делают? Если большая криптоферма, они разделяют ответственность. Чтобы эти 300 мегаватт на одного человека не распространялось и уголовная ответственность на него не распространялась. Вот что происходит. Я это прекрасно понял. Вы не поняли моего вопроса. Посмотрите. Я же говорю, я не понимаю. Если это действует как вы говорите так работает, то по идее за этот год Черномор Энерго вместе с вами должны вообще всех отловить уже. Я объясню, что происходит. Давайте я закончу своему вопросу. Но пока что мы видим, что колоссальное количество потребления уходит вот туда налево. Я бы начал если честно... То, вас дезинформируют Черномор Энерго или как? Вы знаете, пришлось мне не своей деятельностью заниматься, бороться с незаконными подключениями и всего остального. И мы это делали довольно успешно. Сейчас что произошло? Те большие фермы, которые были, они дали от 3 до 5 штук в дома частные, в частные дома. И там поставили то есть свои вот эти вот... То есть крупных фермер нет? Подождите, сейчас я отвечу. Давайте. Криптомашинки и все остальное. Есть крупные фермы, в оппозиции тоже можно их поискать. Незде надо искать. Я сейчас скажу. Это в студии улыбнуло. А, то есть они дали по домам. Мы попытались в Ачимчирском районе вот поискать эти вот все, кому раздали эти майники. Так, там оппозиция сделала митинг. И мы столкнули... Подождите, почему вчера? Сделала митинг и сказала, как вы можете забирать то, что кормит людей, вот эти майники и всего остального. Подождите, я вам говорю, с чем я столкнулся, как есть. Какое конкретно? Можете сказать? Их там было человек 200. Оппозиция у нас одна. Там было 200 человек оппозиции. И уйдем от тему, потому что мы пришли сюда обсуждать крупные резонансные преступления. Вы меня извините, но я пришел сюда говорить в энергетику. по позиции ухудшения криминогенной обстановки. Как я понимаю, нет ухудшения. Все. Все хорошо. Правильно? Это вы говорите. Но мы так и не услышали о громких резонансных преступлениях. Я думала, мы сегодня будем другие вещи обсуждать. Поэтому, чтобы не повторяться, Ахра Юрьевич, я задам еще один вопрос. Мы больше часа в эфире и будем завершать передачу. Участились инциденты со стрельбой? Уже есть мнение, что этим самым хотят спровоцировать правоохранительные органы. Это просто мнение людей или на самом деле есть какое-то основание объяснения вот таким инцидентам? Я объясню. Когда люди, вот вы видите, произошла одна стрельба, вторая стрельба, произошла стрельба перед парламентом, но политический ряд политических сил чуть ли не поддерживают это. Вот я, например, понимаю, что вот когда мы были в парламенте, депутат Агреба задавал вопросы генеральному прокурору и мне по поводу стрельбы. Да, на видеокамере есть, как он держит оружие, у него есть зарегистрированное оружие и все остальное. Но по слухам, по слухам, я сейчас как гражданин хочу сказать, я слышу, что якобы стрелял не он, а другой человек. Наверное, надо быть мужиком, чтобы сказать, из-за своего друга. Вы тоже депутат парламента? Да, да. Наверное, надо быть мужиком, чтобы сказать, стрелял не он, а я. Нет, не в этом дело. Генеральная прокуратура предварительная. Генеральная, извините, городская. Я сказал, как гражданин, я сказал, что я слышал так. Город предварительный. Потому что я в парламенте находился три года с коллегами и все остальное и знаю, кто на что способен и что кто сделал. По этому поводу я хочу добавить... Вы можете прямо у него спросить, я думаю, не надо говорить, я слышал прямо спросить. Мы приглашали, мы приглашали в прокуратуру. Если у вас такой интерес, прямо у него спросите, он вас не прячется. Нами установлен весь круг, который находился там, в этом месте и в это время. Там было четыре депутата парламента. И вы также защищаете. Я никого не защищал. Мы всех четверих пригласили в прокуратуру. И ни один из них не говорит, что он стрелял. А при этом установлено, что именно в этом месте производилась стрельба. Почему тогда, если все говорят, значит они вводят в заблуждение следствия, почему мы тогда должны верить одному или другому? У нас вполне объективный вопрос остается открытым. Я не приветствую стрельбу. Я не приветствую стрельбу. Вот эти разборки... Это очень... Почему вы думаете, что это неинтересно? Я сам ни разу после войны не выстрелил и так далее. Я считаю, что это неправильно. Понимаете? И я не отстаиваю интересы этих людей или не защищаю их. Если есть какие-то факты, пожалуйста, ведите действия. Мы точно этому противодействуем. Но если вы слышали, мы проводим мероприятие, уже не один день его действовать не будет. Если у вас какие-то сомнения по поводу личного, кто-то что-то... Я все-таки ждал. Я вас просить у него. Я все-таки ждал. Мы единственное, что о чем мы говорим и как бы оппонируем в данном случае вам, чтобы закон не носил избирательный характер. Дмитрий Сергеевич, один случай приведите. Да, пожалуйста, событие на набережной. А что там? Не избирательное было? Что опять на набережной? Что избирательного? Если там был бы ваш, скажем так, друг, товарищ, Я извиняюсь, вы предсказателем стали, что ли? Я можно договорю? Вы же не знаете, как я отреагировал. Тогда я вам скажу, как бы развивались... Вы мне примеры фактов приведите. Как бы развивались события. Вы подошли. Вы подошли. Вы подошли. Сказали бы максимум. Максимум. Ты, парень, давай здесь не стреляй. Нашего государства. И все, и ушли. Четюрбеевич, вы за правовое государство? Конечно. А тогда почему мы не можем дождаться суда? Чтобы мы услышали, что вообще произошло? Кто подошел? Кто руку поднял? Знаете, как я закончу? Я хочу, чтобы мы услышали это на суде. И все граждане этого хотят. О которых я вначале говорил. Ни одного факта не привели. Я бы сегодня хотел бы услышать от наших уважаемых силовиков и в том числе от прокуратуры о том, что в парламент, допустим, был бы направлен пакет законопроектов. Я такой информации не имею, Дмитрий Сергеевич. Мы вам говорим, какие законопроекты лежат в парламенте? И касаемо организованной преступности. И касаемо очень много. Скажите про эти законопроекты и давайте завершать передачу. Председателем комиссии рабочей группы у нас являлся секретарь Совета Безопасности Сергей Миронович Шамба. Мы весь 21-й год занимались поправками о внесении в парламент в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс и организованной преступной группировки. В настоящее время весь пакет документов со всех ведомств, с МВД, с прокуратуры, со всех членов Совета Безопасности, которые туда входили, все представили свои проекты. Весь пакет собран и направлен в парламент. В частности, я вам скажу, допустим, что инициировала прокуратура. Сколько уже по времени в парламенте? Я думаю, что уже месяца два находится в парламенте. Это интересно. Это действительно так. По нашей информации там ничего нет. Я же вам поэтому говорю, вы обращаетесь к нам почаще к прокуратуре. Мы вам будем рассказывать, что происходит. Мы инициировали отмену домашнего ареста, приостановление, наложение на него моратория. Почему? Потому что мы почему пришли к такому выводу? Мы возбудили ряд резонансных дел, серьезных, коррупционных. Не один миллион рублей, не два, а где 50 и 100 миллионов рублей. Когда мы обращаемся в последствии, в последующем в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, этим людям избирают домашний арест. Я не хочу бросать тень на судебную систему власти, но сегодня есть такая практика. Слава Богу, что не оппозиция вам мешает в этом деле, а суд. Много мешает, но ничего страшного, это нормальный. Вы хотите завершить? Да, я хочу. Вот это одна поправка такая, которая сегодня, мы считаем, что если мы ее приостановим, она как-то сможет улучшить качество нашей работы. Помимо этого, есть еще ряд других законодательных проектов, которые с этим пакетом документов уже находятся в Народном собрании. Я хотел бы сказать, мы, как понял, заканчиваем уже. Мне приятно было пообщаться сегодня, но, нет, я скажу, но, как бы, я думал, что мы будем предметно говорить, что ухудшилась якобы криминогенная обстановка, что заявляла оппозиция, но я здесь не услышал ни одного факта, ни приведенного, ни одного достоверно, ни одной информации о том, что она чем-то ухудшилась или еще что-то. То есть, я этого не услышал, не увидел, я это заявляю ответственно. И, надеюсь, и прошу оппозицию, если нет фактов голословной, просто так не озвучивать, что ухудшилось что-то или криминогенная обстановка. Это моя просьба. Да, дискредитация правоохранительных органов ни к чему хорошему не приведет. Это очень опасно для нашего государства. Уже скоро мы завершаем наш эфир, поэтому я предоставляю возможность подвести какие-то итоги, и мы завершим эфир. Спасибо. Я смотрю на этот вопрос иначе. Мне кажется, мы пришли сюда не обсуждать не исключительно ситуацию борьбы с преступностью, а общей ситуацией с нашими правами то, как правоохранительные структуры стоят на страже прав интересов граждан Абхазии. Да. Именно с этой точки я рассматриваю, и именно с этой точки я не ощущаю себя более защищенным, чем был вчера, позавчера, год назад. Если люди, которые на этой нами на работу получают зарплату, налогов, которые мы платим, пытаются защищать закон незаконными методами, я не могу доверять таким правоохранительным органам, если даже у них сплошной известняющий список дел, дайте я договорю. Я же попросил. Одно это достаточно для того, чтобы вызвать у меня недоверие. Это первое. Второе. Вот это вот желание соблюдать закон незаконными методами, оно идет сверху вниз по пирамиде. Не только верхушка министерства, оно вот так вот вниз, и это передается и низовые структуры, и то же самое наверное случилось в Гагрии и в следствием изоляторе и при аресте. Я с вами не согласен. Знаете, Гага, я вам не мешал вам говорить и прошу вас не мешать. Если я говорю то, что вам не нравится, это не значит, что это неправильно. Это не так. Может, вам это не нравится, но это мое мнение. Вы скажите свое мнение, я дам возможность вам ответить. Дальше, что я хочу сказать. Я считаю опасным для правоохранительной системы в целом, для права в целом в ситуацию, когда правоохранительные органы, вообще структуры власти, соблюдение законности, преследуют граждан или определенные группы по избирательным политическим мотивам. Еще раз повторяю, это было несколько раз, в частности, это было при случае с ККМ, это было в случае с Куротом Пицун в ряде других случаев. И последнее, что вам хочу сказать. Я не знаю такой другой страны, где в день победы заслуженных людей без соблюдения каких бы то ни было законных процедур избили, подвергли насилию, на следующий день публично не извинились. Вы повторяетесь уже третий раз. Можно тогда? Но это уже неинтересно. Вы повторяетесь. Но вы все время повторяетесь. Скажите что-то другое. Это выглядит будто вам нечего сказать. Я эти выводы понял. Пока я этих выводов не понял. Вы повторяете. Как власти ничего не были для того, что я же этого убедился. сегодняшнего обсуждения. Для меня это важно. Для вас не важно? Почему не важно? Я только что сказала, что у меня 8 ветеранов в семье. Вы говорите одно и то же и не то. Просто вы правда говорите одно и то же. Это не важно? А что, вам это не нравится? Что не нравится? Ну все. Получается, что вам нечего сказать. Можно вы скажите, Асману Тюрбевичу? Мы сегодня перед теми зрителями, которые нас смотрят, еще раз убедились в том, что инакомыслие сегодня жестко прессуется. Вот человек прав, не прав, иметь должен свое мнение. Он его имеет право высказывать. И никто не вправе его останавливать, прерывать и так далее и тому подобное. И говорить вещи такие, что я там вижу так, и вы должны так именно поступать. Слава Богу, что в нашей традиции, традиции нашего народа слово имел практически каждый человек. Это один момент. Второй момент, то, что я хотел бы сегодня на этом эфире услышать. Я сегодня хотел бы не вот эти наши с вами пререкания, не вот этим заниматься в этом эфире. Я бы хотел бы разговор такого характера, что да, сегодня есть проблемы. И эти проблемы необходимо разрешать через реформы. И эти реформы заключаются в том, что еще вы вот сказали, уважаемый генеральный прокурор, что два месяца тому назад еще были направлены в парламент. Ну, у меня такой информации нет, к сожалению. И хотя наши коллеги работают и находятся в парламенте, они не обрадовали такой информации. Более того, скажу, что законопроекта по борьбе с аркопреступностью, легиментизация, извините, преступных доходов, они уже, насколько я информирован, годами лежат в парламенте. И вы, Дмитрий Сергеевич, будучи депутатом, на мой взгляд, не проявили, наверное, достаточного упорства для того, чтобы... Вы, Дмитрий Сергеевич, не проявляете парламента, что я проявил, не проявил, я ничего не понимаю. Вы хоть понимаете, о чем говорите? Мы, как бы, нашли свое место в сегодняшней действительности. И что еще хотелось бы сказать? Знаете как? В течение двух лет фактически нынешняя, раз такой разговор пошел, нынешняя оппозиция давала абсолютно спокойную возможность работать власти, работать всем структурам государственной власти. Я, еще раз повторяю, я далек от мысли, чтобы очернять кого-то или обижать кого-то. Нет, мы все живем в одной стране. И нам с вами, люди наши, не простят тех ошибок, тех недоделок, которые мы с вами совершаем. У вас же был такой прецедент. Это касается абсолютно всех этапов развития нашего оппасского государства. Как вице-президента у вас же был этот прецедент. И я хочу сказать, что ответственные политики, ответственные сотрудники, обделенные высшими должностными лицами, постами, должны прежде всего думать о том, как сделать так, чтобы завтра было лучше, чем вчера. И я вас уверяю, что в этом плане, в этом плане, наша работа как оппозиции, я считаю, в свое время, если была бы такая оппозиция, это просто была бы наша мечта. Но, к сожалению, бесконечные митинги, перекрывания дорог, жжение покрышек, штурма МВД и так далее, и так далее, оно не дало того результата. Но это не оправдание, ни в коем случае. Я еще раз призываю нас всех к тому, чтобы не спорить, не говорить, а ты лучше, а я хуже, и так далее, и так далее. Не идти на поводу каких-то группировок, и не группировок. Это мы должны оставить в прошлом, если мы хотим развития нашего государства, независимого, успешного государства. Спасибо, что выслушали и не перебили. Понятно, что вы хотели сказать. Услышали мы вас. Дмитрий Сергеевич. Я вот выслушал. Я еще раз говорю, никакой конкретики я не услышал. Никаких достоверных фактов я не услышал. Это просто разговор, разговор о высоком, о каком-то, о чем-то, я даже не понимаю, о чем разговор, если честно, идет. Это ваши проблемы. О морали, наверное. Это больше ваши проблемы, чем мои. Если вы не поняли, о чем вы говорите. Кстати, будучи вице-президентом, вы говорите, что вы ни за что не извинялись, не делали, никого не критиковали, ни это. Но я помню прекрасно, как вы извинялись за то, что обвинили врачей. Я смотрел сам своими глазами это, кстати. Я напомню, просто он освежил память. Ни о какой криминогенах встановке. Ну, ничего страшного, я не говорю, что это случилось. И вы извинялись? Ничего? Я извинялся перед ветеранами, только за то, что это ветераны и все остальное. Я их ни в чем не обвинял. Вы сделали гораздо хуже. Подожди, я ничего вообще не сделал. Давайте эту тему мы крутим, как пластинку, уже даже наши зрители об этом пишут. Я придашу извинения. Мы не поговорили о конкретике, мы не поговорили о самой криминогенной ситуации в стране, потому что нечего, в принципе, говорить, и за это мы и не говорили об этом. Потому что просто так заявлять голословно легче, чем говорить по фактам и по случаям. Я на любой вопрос готов был ответить, за любое преступление, которое в мой период находилось. но этого я тоже не услышал. Поэтому я надеюсь, как оппозиция и как мы дружили какое-то время Адгура Мирана Чарльзимба, который заявил, как я не знаю, беспрецедентный, что он извинится, потому что тут мы не услышали ничего беспрецедентного и не услышали никаких фактов. Спасибо большое. Адгур Анукзарович. Ну, я тоже вообще, когда шел на эфир, думал, что у нас будет немного другой диалог, более конструктивный, относительно криминогенной обстановки в республике, как это озвучивали и говорили, что у нас в стране кризис. Но если говорить о кризисе, то я прекрасно помню, когда кризис был у нас в республике Абхазия, это именно в тот период, когда я пришел, кстати. Это действительно так. Тогда было очень сложно. Очень сложно было начинать работать и мы выстраивали работу совсем по-другому. Наши формы, методы работы изменились с 20-го, с начала 20-го года. И вы это знаете. И если мы сегодня говорим о криминогенной ситуации, то я ничего сегодня от вас, уважаемые оппоненты, ничего не услышал, кроме 30-го сентября. Я думал, что будут какие-то другие примеры, кроме курорта Питсунда и 30-е сентября. 30-е сентября никто не оправдывает. И Дмитрий Сергеевич, и я, мы все, никто не оправдывает. Ни один человек, с кем я сегодня общался в Абхазии, все признают, что это действительно была ошибка. Да, но ошибки бывают и случаются со всеми. Произошла ошибка, ее нужно исправлять. Прокуратура возбудила уголовное дело, дала правовую оценку. Сегодня идут следственные мероприятия. Президент принял решение в рамках своих полномочий. Это тоже законное решение, это тоже нужно признать. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но если мы сегодня говорили более подробно, я бы много чего вам сказал относительно работы именно относительно работы прокуратуры. И вы увидели, какие результаты и какие изменения произошли. Вы сами слышали. У нас в передаче еще другие эфиры, поэтому мы ограничены. Вы можете завершить мысль. Уже завершаем нашу передачу. Правоохранители были готовы к конструктивному диалогу сегодня, но, к сожалению, мы не смогли создать им такие условия. Мы сегодня не говорили о современных формах борьбы с преступностью с помощью цифровых технологий. Потоковые видеоданные, протоколы платежных систем, протоколы интернет-вещей, данные геолокации, получаемые со смартфонов. Все это позволяет раскрыть многие серьезные преступления. Интересная тема, но мы к ней не готовы. Мир шагнул вперед, а правоохранительная деятельность переходит от предотвращения к профилактике преступлений. Это будущее. А какое будущее у нас бессильной правоохранительной системы? Задумайтесь. Это был прямой эфир на Абхазском телевидении. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok